Российские вооружённые силы в следующем году проведут более 4 тысяч различных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Об этом заявили сегодня в Министерстве обороны. За этими сухими формулировками уникальные методики, подразделения и люди, способные выполнять почти любые задачи. О том, как проходят эти мероприятия в специальных частях, которые принято называть элитными, и где личный состав даже друг с другом общается на английском, наш военный обозреватель Александр Сладков. В Ульяновской десантной бригаде один из лучших разведывательных батальонов в стране. Элитная часть, конкурс два человека на место, денежное довольствие контрактника до 60 тысяч рублей в месяц, жильё и весьма напряжённый график работы. Ребята, которые там служат, вы здесь видели показательное выступление. Туда действительно серьёзный отбор, и уже в бригаде десантники хотят попасть, служить в разведбат. Новое вооружение, новая экипировка, новое средство разведки, новые приборы наблюдения, новые ножи, новое строковое оружие. На вооружении у разведчиков БТР-82А. Скорострельная пушка, дистанционный подрыв пущенных снарядов, живучесть, защита и кондиционер. Есть техническая разведка. Молодые азартные специалисты. Минус 10 высота. Заведённость, она всегда должна, мне кажется, присутствовать. Если у человека, особенно у военного, нет заведённости и нет азарта, ну, я считаю, он может пойти куда-нибудь в другое место. По средам в разведбате, как и во всей ульяновской бригаде, говорят только на английском языке. Группы разведчиков занимаются в аудитории. Знание одного европейского языка увеличивает оклад разведчика на 10%. Двух европейских или одного восточного на 20%. Профессиональная необходимость. Допрос местного населения, допрос военно-пленного, если это понадобится. Также принесение службы на блокпосту при выполнении миротворческих операций. То есть элементарные команды «стой», «обойти» влево-вправо. Разведчики изучают иностранное оружие. Может пригодиться за линией фронта и помогает предугадать действия вероятного противника. Когда с неё стреляешь, понимаешь, какие у неё достоинства и какие недостатки. Что прицел, вот этот диоптрийный, он больше закрытого типа. Соответственно, сложнее будет противнику наблюдать, если он прикроет левый глаз через прицельные приспособления. Какие движения будут справа, либо слева. Разведчики ночью и днём стреляют, изучают военную цифографию, проводят медицинскую инженерную подготовку. Устраивают друг на друга засады, берут языков, уходят в далёкие рейды. Они всегда готовы к сигналу, чтобы заняться реальной работой. Они уже когда идут в разведку, они понимают, что я разведчик. И этим всё сказано, какую задачу не поставь, я разведчик, я должен это выполнить. Формирование вот таких разведывательных батальонов, новая структура, новая система десантирования, изучение английского языка, практические занятия с иностранным оружием, это не экспромты, а продуманные шаги. Не революция, не активный этап военной реформы. Это обычная жизнь, существование, развитие нашей военной разведки, российских вооружённых сил. Александр Сладков, Владимир Рыбаков, Игорь Уклеин, Ульяновск, Вести. Александр Сладков, Владимир Рыбаков, Игорь Уклеин, Ульяновск, Вести.